Инопланетяне, космонавты, спасателей в этом снаряжении редко принимают за своих. Сегодня трое пожарных попали в заточение. По замыслу специалисты выбираются из задымленного помещения. Правда, вместо смога их окружают литры воды и пены. Оказалось, в спецкостюме не только работать, в нем и двигаться сложно. Он весит более 20 килограммов. Он сделан из негорючих материалов. Огонь отражает. Но жарковато в нем. Сегодня исполнилось 366 лет пожарной охране. Спасатели со всей Московской области устроили шоу на площади возле Центрального дворца культуры. Пожарные расчеты прибыли из девяти городов Подмосковья. Из Ногинского музея техники привезли машины, с помощью которых боролись с огнем еще 100 лет назад. Вы же прекрасно знаете, один из древних сказал, не ругай, не ахаивай прошлое. За беспламянство прошлое мстит. И мстит очень серьезно. Поэтому то, что вы посмотрели выставку ретро-техники, то, что мы привлекаем детей, для того, чтобы они посмотрели, не забывали наши истории. Еще королевцам познакомились с кинулогами из Ногинска. Их лабрадоры могут найти взрывчатку и пропавших людей. Сыруза на службе уже шесть лет. В прошлом году заняла третье место в профессиональном конкурсе на всероссийских соревнованиях. Я на 100% доверяю этой собаке. Если она нашла человека, то дала понять, что там человек, это обязательно так и есть. Официальная часть праздника состоялась во дворце культуры. Поздравить спасателей и пожарных из Московской области приехали почетные гости. Вы люди, которые достойны глубокого уважения. Вы каждый день приходите на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Тем, кто обратились к вам за помощью. Большое спасибо вам за то дело, которому вы служите. Огнеборцев поздравили представителей Московской областной думы и руководства города. Вот та техника, которая сегодня стоит на площади, это как раз не просто популяризация, это как раз вот та агитация, это как раз то направление профилактики, когда мы через людей, когда через детей даже видим, что есть такая техника. Также сегодня лучшим огнеборцам и спасателям вручили памятные награды, а также почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора и главы города. Татьяна Демединко, Роман Дементьев, Лариса Возинская. Телекомпания Королев ТВ. Поздравляем.